Пенсионерка Светлана Артемьева из деревни Дуброви Боровического района известна далеко за пределами селения. На дому практически частный музей кукол. Их в коллекции уже более 1300. Все началось с того, что у Светланы Яковлены появилась внучка. Свойство детей ломать все вокруг пришлось компенсировать собственными силами. Починила пару потрепанных кукол, а потом вспомнила, что еще несколько лежало где-то на чердаке. Так у бабушки с внучкой медленно начала расти коллекция. Когда у нас накопилось с ней 47 кукол, то директор нашего Дома культуры Татьяна Ивановна предложила организовать первую выставку в Доме культуры. И когда приходили туда дети на выставку, увидели, что куклы, и стали мне приносить кукол. Почти за 20 лет работы в коллекции накопилось 1370 кукол. Для экспозиции пришлось выделить самую большую комнату в доме. Но даже здесь все помещается с трудом. Каких только экспонатов тут нет. От современных барби до настоящих музейных реликвий. Вот эта кукла. Она 46-го года. Сделана она из папье-маши. Очень хрупкая. Да. У нее глазки шевелятся, если шевельнуть их. Но она немножко подреставрирована, покрашена. Потому что она от старости уже, видите. Но в нее играли. Есть в экспозиции целая коляска маленьких пупсиков, для каждого из которых сшит отдельный конвертик. Их тут штук 50, не меньше. Есть даже интерактивная кукла, которую можно попытаться покормить. Вот она от каши отказывается, видите. Говорит, ешь сама. А молоко с удовольствием. Особое место в комнате занимает стул, где собрались главные действующие лица любимой девчачьей игры в дочке-матери. Кутаперчевые пупсы. Платья и рубашки не предусмотрены, поэтому в шутку Светлана Яковлевна называет его стулом разврата. Посмотреть на коллекцию приходят преимущественно взрослые люди. Те, которые в детстве сами играли в такие же куклы. Естественно, поток ностальгии многих сбивает с ног, заставляя на корточках изучать до боли знакомые игрушки и предаваться воспоминаниям. Многие даже приезжают из других стран, но в данный момент для них посещение музея ограничено. Карантин. Чтобы поддерживать коллекцию в кондиционном состоянии, Светлане Яковлевне приходится очень много шить. Многие костюмы сделаны с нуля, а при ближайшем рассмотрении становится понятно, что работа по-настоящему ювелирная, поэтому даже на обычные тапочки для куклы уходит уйма часов. Из Боровического района Артем Забралин, Андрей Шестаков. Новости. Новгородское областное телевидение. Новости. 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 Новости